Блин, а вообще, не кратится все, да? Вначале мне нравится все. Ну это будет, скажем так, ну... Талант. Странно посмотрят. Выкрутить, чтобы знакомиться. Не кратится. Не дав полностью ознакомиться с материалами дела, Савинцев через суд ограничивает. Ознакомление с шести томами до трех суток. При этом суд выгнал меня из суда, заподозрив видеосъемки. Здравствуйте, хоть пообщаться с вами. А, здравствуйте. Что, вы все уже уходите? Подойдите? Я понял. Хорошо. Вы куда-то далеко? Далеко? Далеко уходите? Просто хотел вопрос. Вопрос просто задать хотел вам. Я приду, сейчас судебное заседание начнется. Приду, мы с вами пообщаемся. Ну а о чем у нас с вами еще общаться? Ну я сейчас вам задам вопрос. Нет, сейчас не надо, я сейчас занят. Я подойду через него. Да? Сейчас занят и сильно? Ну, сейчас не могу. Ну а можете ответить? Есть вопрос, такая раз по ознакомлению. А вы уходите. Смотрите, к вам же адвокат-то приезжал. Он же говорил, что он не может. Ну, защитник мой, который сейчас ордер уже направил. Луньков. Поясняю вам. Мне он. Что он адвокат, я не знаю. Так, так, так. Ладно. Сделайте, устроите. Как обещал. О том, что он ордер мне не предоставил, соответственно, защитником по делу он не является. А подождите, при мне удостоверению-то он предъявлял вам? Он мне ордер не предоставил, соответственно, он не защитил. Раз и не предоставил? У меня в материалах дела нету, ордер не предоставил. А может вы забыли просто взять? Нет. Не было такого? Говорю, как есть. Просто я видел, что он предоставлял. Да, ну вы обманываете тогда. Как? Вот так. Следующий вопрос, да, есть. Вот вы пишете в смс-ках, там, постоянно пугаете меня, запугиваете, там. Нет, что вы, не пугаю, все в рамках процессуального поля. Подождите, а это же моя обязанность, правильно, знакомиться с материалом дела-то? Или право? Все в рамках процессуального поля. У вас есть защитник, которого он объяснит. То есть это же... Законный я действую или нет? Если вы считаете, что я незаконный действую, вы обращаетесь в установленном порядке, с жалобами или с ходатайством. Ну, я считаю, вы меня таким образом запугиваете и давление отказываете. Вы мне это не мне сейчас озвучиваете, а вы установлены органы. Просто я спрашиваю. Вы говорите от дела, прокуратура, суд. Я спрашиваю. Глава 16, я вам объясняю, Глава 16, Глава специального кодекса. Я понял. Если вам что-то не нравится, можете... Мое право-то знакомиться с материалом дела, а не обязанности. Я вам на вопрос ответил. Считаю, ответил. Все, да? Да. То есть вы не считаете это запугиванием и давлением... Я вам на вопрос ответил. Не нужно в третий, четвертый, пятый раз меня спрашивать одно и то же. Если вас не устраивает мой ответ, ну, спросите у защитника своего по делу. Вы являетесь подследственным по делу, обвиняемым. Соответственно, у вас есть защитник. Все вопросы можете процессуальные, что я должен разъяснить, я вам разъясню. Мне защитник, например, говорит, что это неправомерно. Вот вы действуете. Обжалуйте мои действия. У вас есть право обжаловать. Ну, это понятно. Нет, я просто не понимаю, зачем вы это делаете. Вот мне непонятно. Для чего? Я вам говорю, что я вам уведомил вас о вашей процессуальной обязанности. Просто уведомили. Я вам говорю, вы обязаны являться по вызовам следователя, суда прокуратуры. Ну да, а вы меня вызывали? Да, вызывал. Куда? Следственное дело. Когда? Вы посмотрите, ну, я вам ответил на вопрос. А знакомить с материалом дела? У вас есть уведомления. Если вам не нравятся мои действия, вы можете их обжаловать. Подождите, вы меня вызывали знакомить с материалом дела? Вызывал знакомить с материалом дела. Ну, это же мое право знакомить с... Я вам рассказал, ну, право. Я, если я не хочу знакомить с примером? Ну, тогда давайте мне удостоверить, как хотите вы не хотите. Ну, а если я просто не хочу? Вы говорите, хотите, а почему-то не приходите. Хорошо. А если я просто не хочу знакомиться? Вот не хочу и все. Ну, не хочу. Что дальше делается? Можете... Волеизъявление ваше хочу узнать. Ладно. А если я не скрываю свое волеизъявление, что? Ну, не хочу говорить. Вот скрываю. Вот 51 статья. Ну, хотя 51. Есть же в законе, что вы обязаны сделать. Нет, ну, вы же хитро поступаете. Вы, чтобы затянуть процесс, вы говорите, что я буду знакомиться. Так я знакомлюсь-то? Ну, не приходите. Ну, хватит. Сейчас на суде мы все выясним. А, ну, не, это понятно. Нет, по поводу ознакомления вопросов нет. На самом деле, я вам уверяю вас, вы, в соответствии со всеми нормами права, вы затягиваете ознакомление. Подождите. Ну, это моя позиция, затягивать или не затягивать. Ну, это нарушение определенных норм. Подождите. Интересно государство и общество. Ну, это мое право. Знакомиться или нет. Есть же в законе, когда человек затягивает. Вы его изъявление скажете. Вот вы сейчас вводите ограничения через суд. Допустим, он ведет суд, правильно? Какие-то ограничения. Там неделя мне дадут. Если я за неделю не ознакомлюсь, вы же акт составляете и в суд, правильно? То есть там же. Сейчас в чем вопрос? Это же мое право знакомиться. Я могу вообще не ходить. Вот сейчас мне введут... Ну, если вы не будете ходить, вы мне скажите, я не буду ходить. А вы же знакомитесь, приходите на полчаса. Подождите, у вас же есть... Посидите, ленту ВКонтакте свою посмотрите. Но это не ознакомление. Подождите, у вас же есть, значит, право отправить дальше, правильно, прокурору и в суд. Ну, когда человек не знакомит. И что? Все. То есть у вас же есть закон... Скажите, вопрос, ответьте. Вы вообще являться с их будете? Обязательно. Чтобы знакомиться. Конечно. Вот приглашаю вас... Просто я плохо себя чувствовал. У вас есть документы удостоверяющие, что вы себя плохо чувствовали? Обращались медицинские? Обращался и к медицинскому, да. Сможете справку принести? Есть оттуда обращение. Есть в карточке, есть регистрация, что я обращался. Это было, что я обращался, плохо чувствовал, у меня голова болит. Я во вторник или в среду. Когда я у вас был? Приборщая у вас завтра. Скажите. В 10 часах. Скажите, пожалуйста. Я сейчас на памятнику. Во вторник я был. Какой вторник часов был? Ну, вот недавно совсем, вот на этой неделе. 22-й, по-моему. Ну, 22-й были, да. Вот. Я ходил 22-й накануне к врачу. Так. Есть, все там зарегистрировано. То есть 22-го вы себя плохо чувствовали, но все равно... Я пришел, да, все равно, потому что обещал вам, что я приду. Завтра приглашаю вас завтра. А после этого я плохо себя чувствовал. Вы меня слышите, Алексей. И суд сегодня был. Вы знаете, что суд сегодня был? Вы меня сегодня слышите сейчас? Я приглашаю вас завтра для знакомления с материалами. Вот сейчас... Спасибо за приглашение. Сейчас же суд установит. Вы завтра придете? Я подумаю. Сейчас суд подойдет. Может, я уже... Мне достаточно уже того, что есть у меня сейчас, понимаете? Это же надо как бы думать. Вот. Сейчас же суд ограничения введет, допустим, каких правил. В принципе, на вопросы ваши ответы. Да. В соответствии с ограничением-то все будет действовать. Еще вопросы есть? Да нет, все. Спасибо. Спасибо, что корректно все ответили. Пожалуйста. Все понятно стало теперь. Все разъяснили. И вас предупреждаю о том, что я являюсь основным объектом съемки вот этой видеозаписи. Ужас. Соответственно, я против того, чтобы данная видеосъемка была распространена в любых сетях. Ну, вы потом можете узнать, кто это распространил, да, и суд. Я знаю, что вы снимаете. И, соответственно, здесь есть подтверждение, кто что снимает. Да снимай, я не отрицаю, я на камеру могу сказать. Я говорю, снимай, я говорю. Я же имею право снимать. Это спорный вопрос. Статья, пункт 4, статья 29. В общественном месте имею право всех снимать. Нет, если я не являюсь основным объектом съемки. Я являюсь основным объектом съемки. Там нет такого. Там есть распространение. Закон о защите информации. 152.1 ГКР. Нет, там про распространение речи. Вы вообще новые редакции читали? Читал. Ну, вот, пожалуйста. Я всегда читаю. Это не общественное место, я являюсь основным объектом съемки. На какое это место? Частное? Я говорю про основной бексик. Ну, вы сейчас ерунду говорите полную, честно говоря. Я понимаю, что вы юридически безграмотный. Пожалуйста, защитник проконсультируйтесь. Хорошо, хорошо. Пожалуйста. Понятно, спасибо. Но там про распространение речи я вам точно говорю. Я вам предупредил, что я не желаю. А вы что, боитесь чего-то? Ну, в смысле? Что за вопрос такой? А понимаете, что я являюсь лицом, осуществляющим уголовное преследование многих лиц с поддержкой массового дела? Ну да, и что? У меня есть основания опасаться. Не преследуйте тогда. Зачем преследовать? Да, вот так. У вас же... Если вы совершаете преступление, я... Ну, понятно. Вам же приходится ходить в общественные места. Да при чем тут это? Ну, вы являетесь подследственным, который, собственно, тоже недоволен моей работой. Сейчас вы... Почему? Я доволен. Ну, сейчас довольны, когда вас осудят, вы будете недоволен. В общем, я вам рассказываю. Я не буду недоволен, потому что если все будет в рамках закона, почему я должен быть недоволен? Раз, я в закону. Подождите, я всегда доволен, когда в рамках закона. Почему я недоволен? Просто доволен-недоволен, это не те слова. Ну, в общем, я сказал, что я... Есть закон, смотрите, есть закон. Все только в рамках закона. Вы меня услышали. Правильно же? Есть апелляционные жалобы и так далее, которые только в рамках закона подаются. Вы меня услышали. Согласны? Я вас прошу, меня услышали. Ну, я посмотрел съемки, не пойму у вас, как-то что-то вы говорите. Я против того, чтобы мое изображение было где-то либо распространено. Ну, у вас в маске все равно. Без разницы. Я понял. Ну, ладно, хорошо. Ну, спасибо за информацию вам. Пожалуйста. Все полно, все понятно стало. Пожалуйста. Прояснили. А, кроме того, эта информация тоже относится к информации о ходе расследования. Вот эта. Подходит под 410-ю статью подписка о неразглашении, которую я вам... Ну, когда и закончишь все, можешь уже... Тайна следствия, она всегда была. Как всегда? Ну, так. А, ну, понятно. Ну, тоже надо уточнить. Так я 410-ю не подписывал, я какую-то другую подписывал. Ну, подписывали о неразглашении. Да, это другая статья. Может, ошибаюсь. Подписывал я только за предварительное следствие. Да. Максим Викторович. Владимир. Владимир. Максим Владимирович, прошу прощения. Подписывал только... И то не обязан был, но подписал. Как-то не обязан. Я избрал постановление, соответственно. Ну, ладно. Это только предварительное следствие там написано. Предварительное следствие окончено. Предварительное следствие окончено, но информацией вы уже владеете. Соответственно, эти данные вы не имеете права. А где написано? Ну, так. Законно? А, ну, ладно. Естественно. И сейчас оно, кстати, еще идет. Ну, посоветуюсь. Пока я прокурору надеялся. Посоветуюсь, да. Любая информация о лицах, о лицах, которые там вы узнали информацию. Да если не имею права вопросов нет. Не имеете права разглашать. Если не имею права, конечно. Если закон такой. Естественно, такой закон. Я же вам и разъясняю. Ну спасибо, да. А то вы говорите, посоветуюсь с адвокатом. Если вы мне не верите, я вам верю. Просто как-то странно. Вы ведете себя, запрещаете что-то общественное. Почему? Это нормально. Пройдем, да? Все хорошо. Ваша честь. Представьте право на дело в октябре 23 декабря 19 полгода. Следственным отделом полиэтиленном районе города Варна, следственного отмена здесь в России по Варнаскому оборуду. Подошли. Я говорю, что вы продолжаете реализировку. Не знаю, обзор, но у вас там видно, как вы наводите. Что-нибудь, пожалуйста. Выключите телефон? Я не буду это делать. Это уже, по-моему, на сцене моя справа. Во-первых, я вижу, как вы прячете. Я вот, какой прячу? Я вот держу. Я ничего не прячу, никуда. Вот держу и все в руке. Зачем мне прячу? Выключите телефон? Я так все время сидел с телефоном. Зачем я это буду делать? Это незаконное требование. Я вас прошу. Я не буду незаконное требование принять. Включите телефон и отказываюсь. Отказываюсь. Это не предусмотрено, девчата комедия. В этом случае, в налиле удалить обвиняемого чему-то на финале и за учебу. Хорошо, что вы хотите. А в качестве слушателей? Хорошо, что вы хотите. Покинулся за учебу. А если не покинулся, ответственность есть? Вот и на сайте. Ответственность имеется, если не покинулся. По какой статье? Можете предупредить просто об ответственности. То есть, если я не покинулся, будет ответственность, пакалитич? Ну, в дороге. Или нет? Просто, если есть, то вы предупредите, и я выполню ваши требования. Если есть, если нет, то я буду продолжать. Сидеть. Просто не участок в процессе. Я... Это свободное заседание. Открыто у нас с вами или нет? У нас заседание открыто, но трансляции я... Не ведется. Видеозапись и трансляцию я запретила. Я не веду. Я в этом не уверена. Я вас просила сделать... Подожди, я вас предупреждала об ответственности, что вы можете быть удалены. Зато судам прошу пристава удалить. Подождите, это не предусмотрено законом, то, что вы просите, в вашей честь. Я с вами спорю. Телефоны смотреть, мои личные. На каком основании вы должны личный телефон смотреть? На основании части 5, статьи 240. Хорошо, я не могу, я не могу в открытом судебном заседании участвовать. Пожалуйста, покиньте суд. Это ответственность будет какая-то, здесь не покинут? Покиньте суд. Ну, ответственность предупредите. Я вам еще разъяснил. Я постановил удалить. Удалить, да? Вот такие, вот такой вот беспредел происходит в суде. Просто так удаляют, непонятно за что. Я записываюсь к прокурору Воронежской области в Савруну на прием и подаю несколько жалоб в Следственный комитет, в том числе по удаленным файлам и информации с телефонов. Здравствуйте еще раз. Савинцев, последует дело. Хотел бы уточнить, вот описью нет, материала дела. Не в одном томе. это правильно. Пропускается? УПК в прозумированном подшипе будет. То есть, опись не обязательно, да? Нет, просто не адвокат говорит, опись обязательно. Ну, не обязательно. Потреблено. Я понял. Все хорошо, я просто хотел это уточнить. Еще вопросик. Я писал заявление в Следственный комитет по Воронежской области по поводу превышения полномочий вам перенаправили, а у меня стерлись флешек информации не относящиеся к делу и с телефона. рассматривается их вопрос. Как вам это направлен? Уже направлен? А может, я наркшу вручить. Что-то от вас не получаю, ничего, вообще абсолютно. Все отправляется сейчас. Это же как заявление преступления у меня. Там должен быть проверка в родина бытии. Нет, нет, нет. Просто на каком основании стерли информацию не вообще не относящиеся к делу. Ну, вопрос в чем? Да. Что вы убеждаете, что стерли? Стерли? Нет. Потому что она была информация. Ну... И на телефоне была. Телефон на заново... Юрист, правильно? Юрист, правильно? Так. Я обсуждаю, как вы говорите, что у вас стерли информацию. Я беру дело у Савельцев. Так. И выжимаю. Как эти предметы? Они упакованы? Они упакованы? Они упакованы? Они упакованы? То есть... Когда возвращались, не были упакованы? Дали. Скажем так. Они обязательно осматривали. Ну, это вопрос нет. И в этот осмотр, естественно, у них есть потерял права. Ну, там они не имеют отношения к следствиям. Тем не менее, они не осматривали. Вопросы нет. Я же не против. Фиксирую, что вот упаковка нет. Почему стерли, спрашиваю здесь информацию. Кто-то, я не утверждаю, что... Кто именно, я не знаю. Кто-то стер. Телефонов из двух... Я за проблем. Карты памяти только. На которой как раз видеосъемка велась. В рамках редакционного задания. Почему стерли? Других других не стерли, понимаете? Это ваша утверждение, что стерли. Ну, я думаю, попробую доказать этот вопрос. А, ну, это тоже будет. Попробовать, да? Можно. То есть, если восстановятся эти файлы, и будет видно, когда стерли, то уже тогда будет все по-другому, да? Не знаю. То есть, никто не стирал, да? Я правильно понял? Ну, у меня нет оснований, полагать, что что-то стерло. А вот у меня есть. Я же говорю не просто так, что... Если там где-то не стерто, я же не говорю, что там стерло. Понимаете? Смысл какой-то говорить. Если это не стерло. Это он тут как-то... Вот это, да? Спасибо. Вот такой вот ответ. Так, дальше вот это. Так это... Я же заявлял... Заявление... Давай, Герман. Уж получится с этим. 5-4. Ага. Все, сговори. А ты вопрос. Да, срочное задание. Управление до обеда, как все это было. Еще вчера. Ну, шабельник. 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 Да нет, должен быть. Ты полно мне делал, но не помню всех. А они у тебя нет. А, нет, нет. Я это за это возьму с тобой. И посмотри. Ну, то есть вы не рассмотрели заявление о преступлении, да? Я же заявляю о преступлении, что все-таки надо было экспертизу, флеш провести, карт памяти, установить. Когда информация все-таки... Ну, я же заявление о преступлении направлял. Почему я жалобу-то... Это же не жалоба направлялся. Подождите, я заявление о преступлении направлял. Вы должны были проверить. Ну, я не получил. Если у вас не устроят, как не получили? Не, ну, это не ответ. Нет, это... У меня не жалоб было, понимаете? У меня заявление о преступлении. Весью с ним считаю статья Уголовного кодекса. Преушивание полномочий. Как не рассматривать, как обращение, так жалобно. Либо как заявление о преступлении. А, стертая информация, я заявляю. Да. Преушивание я. Я ее принял на основании своего понимания действующего законодательства. Если вам не нравится мой ответ, форму рассматривать, вы можете обжаловать мое решение. Это понятно. Прокурор... А вы полномочены были рассматривать данное заявление? Полномочен. Прокурор... То есть, фактически на ваших подчиненных заявление было... Нет, подождите. Но я хочу уточнить. Это в рамках рассмотрения как раз мое обращение. Это же не выходит за рамки. Мне непонятно. Что бы вы обязаны разъяснить по моему заявлению на вопрос ответить? Причем здесь прекратим дискуссию? Я же не просто вам пришел побеседовать просто так. Это заявление, которое вы рассматривали. И ответ... Мне непонятно. Мне непонятно. Я хочу у вас попросить разъяснение. Поэтому вы будьте добры, разъясните. Потому что я не понимаю, как вы можете в отношении ваших коллег, подчиненных, рассматривать заявление о преступлении. Мне это непонятно. Жалобу не? Я не жалобу заявлял. Там было конкретно написано, что... Во-первых, называется заявление о преступлении. Во-вторых, я просил проверку провести по 144-й и 145-й УПК. Если вам не нравится формула, смотри, вы не жалобу. Я буду обжаловать, конечно, обязательно. То есть вы просто-напросто решили как жалобу, да? Я заявление о преступлении, вы как жалобу, чему-то рассматриваете. Вот так. Вы имеете на это право. Сами выбираете, получается. Как вам хочется, так и рассматривать. Правильно? Я понял. Ну все. А я так понял, опис очень обязательно, да? Ну, прочитайте. Ну, там же... Почему тогда, когда он подавал дело в суд Савинцев по ограничению с ознакомлением, там опись была? Правильно, да, делают опись материалов, которые он подавил. Он не для вас, делают, на самом деле. А, то есть он, когда, если в суд будет направлять, опись будет уже, правильно? А, то есть, а мне... А я, получается, не знаком с этим материалом дела. Как это материал делать вообще? Это не относится к материалам дела? То есть это уже, как бы, она будет материалом дела, но не является материалом дела? Первая часть статьи 2.17. После выполнения требований статьи 2.16, следователь предъявляет обвиняемого защитника подшитый и пронумерованный материал к уголовному делу. Ну да. Полопись вы слышали. Ну, ух. А зачем же для суда тогда он направляет? Технический момент. А, технический момент. Поэтому, поговорить с Савинцем, он вам вполне может и дать отпись. Угу. Ну, не даст, но право. То есть это не обязательно? А то я знаю, просто в суды направляет с отписью, поэтому спросил. Чтобы уточнить, как было. Ну, все, спасибо, понятно. До свидания. В прокуратуре почему-то тянут время и записывают только полтора месяца спустя. Спустя два месяца, с момента моего нахождения в прокуратуре Воронежской области, когда я подавал заявление на запись к прокурору области, отдел полиции номер 8 решает все же составить на меня протокол по статье 20.6.1 КОАП за отсутствие маски. Здрасте. Участковый полномоченный. Старший лейтенант полиции, Сеси Александр Иванович. А вы кто? Они что, всегда участковых приглашают? Мы ДПС, они... Сеси Александр Иванович. А ваши помощи? Участковый. Сейчас, секундочку, я на приеме просто. Так, да, все, приняли, да? Это 20 или 10? 20. Так, обращение приняли, да? Да, но я со всем писала. На личный прием будет записан, да, соответственно? У вас заявление написали, но я слышу, что вы говорите. Все, спасибо, да. До свидания. До свидания. Так, что такое полицейский? Решите, пожалуйста, пройди. Да, проходите, пожалуйста. Что происходит? Какой вопрос? Вопрос, удостоверить вашу личность хочу. Основание. Основание того, что... Так, представься, пожалуйста, я представился. Не слышал. Старший лейтенант полиции Сеси Александр Иванович. Хотел бы... Сеси? Сеси Александр Иванович. Сеси? Да. А, так, нагрудный значок. Нагрудный значок, можно я? Фиксирую нагрудный значок, вы закрыли папку. Алло. Что-то непонятно. 0032... Да, да, да. Что такое? Крутится. Внутрь же зашел, тут весь снимают по сектору. Так. Так, какой вопрос у вас-то? Я так и не понял. Вопрос вы... Что здесь... А, я на личный прием. Вы сообщение делали. По поводу чего? Вы кто вообще? Вы кто? Я старший лейтенант полиции Сеси Александр Иванович. А зачем ко мне подошли? А зачем ко мне подошли? Потому что сообщение здесь было. А, какое сообщение? Сообщение, что здесь сейчас посмотрю. Вы даже не знаете, какое сообщение. А ко мне подходите. А зачем ко мне-то? Вот человек тоже стоит. Вот человек, вот. Зачем ко мне-то подошли? Я не могу понять. Я на личный прием был у прокурора. Вы ко мне подходите и говорите. Вы кто? давайте ко всем подойдем людям сообщение просто не пойму ничего даже не говорите может я оставляю каждому гражданину подходите документ до подошел 1 но в случае как да я здесь внутри зашел какое сообщение то можно сказать не пойму ничего что-то непонятно без масла трэш какой-то скажите у вас план по маскам есть указ губернатора в арабской области почему там есть некоторые пункты в связи с новыми изменениями до 384 так ну что сообщение то не подскажешь искали искали ничего не нашли сообщение было какой нет подожди саня давай не забегать вперед я ничего не могу понять чего полицейский пришел мы тут по правилам дорожное движение он зачем к нам подошел и я вот подавал обращение прокурор знает что я делал подали обращение подали сейчас что почему в моей жизни без маски потому что прокурор мне перед никаких замечаний не сделал омолbahn ого проводим почему без мы не не предоставлен� аномасу на подоставить нет и прокурору принимала она никаких претензий да никаких претензий не имела к нам у вас принимали без маски вот прокурор вот смотрите прокурор Приняла без маски, да Никаких претензий к нам не предъявляла Подождите, предъявляла Непонятно какой-то элемент Все, все, помолчите Значит прокурор не Значит прокурор никаких претензий к нам не предъявляла Если бы она предъявила, мы попросили бы маску, они бы обеспечили, мы бы одели Все Я на личный прием пришел, понимаете Да, да какое обращение было? Да я внутри ставим Видеозаписи с камерой может быть, газа и гроша, а не соблюдение Ну иди на базу, сейчас я тебе скину, там тоже что-то пришло Давай, давай ГАИ, можете посадить нам вызвать, мы ГАИ уже ждем с утра, товарищ полицейский Ну вы же звонили, наверное, пока не приезжал вообще Да приехали, уехали на ДТП, все А здесь ДТП вы говорили? Не знаю, у них где-то ДТП Тоже сообщение было Сообщение, да Массовые нарушения, да? И то же самое, и ДТП было сообщение Ну ДТП отнялось Сейчас захожу, я вижу, у вас, вы стоите без маски Цель вашего обращения к нам? Цель, потому что вы стоите и нарушаете масочные режимы Так мы выходим уже А? Мы выходим Ну все Я хотел не узнать, я хочу узнать, наставить вашу личность Зачем? Основания Основания, а кто вы есть вообще? Вы стоите, нарушаете Я ничего не нарушаю, я говорю, на личный прием пришел, вы можете понять? Вот, подал обращение, все Прокурор ничего не сказал насчет масок, не сделал замечания Если бы она сделала, предоставили, мы бы отделим Государственный сотрудник обязан информировать граждан о том, что существует масочный режим Существует постановление губернатора, не было проинформирован, замечаний не было никаких И предоставить маску У нас все время съемка велась, вот прокурор Съемку, съемку, посмотрим обязательно Никаких претензий не предъявлял Съемку, посмотрим В день приема в здание прокуратуры сотрудники охраны устраивают шоу По недопущению аудио и видеофиксации приема у прокурора Но об этом в отдельном ролике Ничего, склад никто не будет Есть инструкция, покажи Какая, покажи Гражданин, инструкция о пропускном внутриобъектовом режиме прокуратуры Очень хорошо, посмотрим И вы меня, пожалуйста, не снимайте Я категорически возражаю против использования моего изображения на вашем YouTube-канале И в иных открытых изображениях Да что вы говорите Давайте посмотрим, где что Какой пункт-то? Инструкция Так, сейчас подождите Инструкция Об пропускном объектовом противопожарном режиме прокуратуры на объекты прокуратуры На кого инструкция распространяется? Вот эти Дома посетителей на объекты с оружием, боеприпасами, химическими, а также с аудио-видеозаписывающей аппаратурой Запрещен Почему? Инструкция Утверждена первым заместителем прокурора области У нас режимный объект На котором имеются секретные документы, оружие И это в целях безопасности как сотрудников прокуратуры, так и иных лиц Здесь режимное помещение Вам никто не отказывает в прием А где прием будет? Пожалуйста, прием осуществляется, где вы проводите Есть камера хранения А где режимное помещение начинается? Я вам не буду показывать где режимное помещение А кто меня будет сопровождать на прием? Мы проводим А, ну я же не буду в режимные никакие Нет, пожалуйста, вы оставьте все средства видеозаписи вот в этом ящике Ключ будет только у вас Вы его возьмите То есть я правильно понял, вы сейчас нарушаете мои конституционные права? Ваши права никто не нарушает Вы будете приняты в установленном порядке прокурором области Он с вами побеседует, вы можете подать заявление С вами будет проведена встреча, но без записывающих правов То есть я правильно понял, конституция ниже, вы ставите и прокурор ниже, чем Это не конституция, здесь режим помещения Так я не в режимное никакие не буду заходить Да, не в прокуратуру области А что тут режимное? Вы же сказали оружие хранится, документы Правильно Ну правильно, я же не буду заходить в помещение, где хранятся документы, оружие Я же на личный приемный Существует инструкция Без аппаратуры, пожалуйста Ну отказывайте в личном приеме Вам никто не отказывает Ну все, я тогда генеральный прокурор в жалоб подам Не, я не положу прокуратуру Здесь будет обеспечивание Почему я должен класть, когда я на личный прием и буду фиксировать все, что касается только меня? Рассмотрим, получится ответ Пропустимся я, уходу Да, сейчас Вот охрану не пропускайте Не надо диктовать А на каком основании персональные данные дали человеку? Ну вы на хранере отчего вывода Прокурор Прокурор На каком основании вы дали персональные данные? На каком основании вы дали персональные данные? Я не понял, что-то А ну давайте паспорт сюда Вы что-то устроили? Почему он смотрит персональные данные, этот элемент непонятный? Имеет право. Какое право он имеет? Это кто? Это должностное лицо. Какое должностное лицо? Я проживаю где? Вы что тут устроили беспредел, а, полипрокурор? Вы можете свои персональные данные в интернет не ездить. На каком основании третье лицо сейчас знакомит с персональными данными? Вы можете свои персональные данные. И продиктовала на общее обозрение. На какое? На каком основании? Представьтесь, вашу фамилию, имя, отчество, назовите. Костяна Юля Владимировна. Костяна Юля Владимировна. Ему подается ходатайство о прекращении этого нелепого уголовного дела. Поэтому здесь, в данном случае, я считаю, что дело подлежит прекращению. Потому что само по себе 303-я статья УК РФ образует состав преступления за приобщение к материалам дела доказательств. То есть, а я позиция такова, ну, я вам представил, что это не является доказательством раз. И второе, не приобщался к материалам дела никаким образом. То есть, ходатайств нет. Понятно, что это не является доказательством. Понятно, что это не было. Спасибо. Значит, вы пойдете первым, ну, понятно, они практически касаются одного и того же дела, независимо там, связано с необосновным привлечением, либо с вопросами проведения следственных действий, изъявления кампаратуры, проведения и так далее. И так, в любом случае, соответствующие ответы, и там, где я сказал, что там, где первичное обращение и еще там не закончено проведение, ну, соответственно, это будет в установленном порядке вам давать ответы, соответствующим работникам, в том числе прокуратуре. Все остальное, вот, особенно касающиеся залогового дела, там же уже были ответы на местителя и исполняющие обязанности. Саврун или не разбирается, или формально отвечает на мое ходатайство, но ответ мне так и не поступает в течение месяца после личного приема. На Урусова и Заяц подаются жалобы и заявления в Следственный комитет, так как они ознакомились с материалами дела Данковцу и Холодкова, хотя они являлись свидетелями и не имели права, по моему мнению, знакомиться с материалами дела. Доступ к информации и персональным данным получает их представитель, Серов, и с помощью дермосМИ вбрасывает ложь про поддельные экспертизы. Урусов по рассмотрению жалоб привлекается к строгой дисциплинарной ответственности. Заяц уходит от ответственности. И опять подарок. Прямо накануне дня рождения моего близкого человека, 8 февраля, звонит следователь Савинцев и под прессингом требует получить обвинительное заключение. Я отказываюсь от получения обвинительного заключения, так как не совершал вменяемых преступлений. Скажите, а вот получение обвинительного является моим правом или обязанностью? Обязанностью. Обязанностью? Так, а если я по каким-то причинам не приду, то что будет? Можете сказать? Ну, привод вам просто выпишет прокурор и все. Вы можете, как это сказать, отказаться от подписи во вручение. Но вручить вам, как это, ну, это обязанно принять. То есть он не направится, он будет ждать пока привод, что ли? Не, ну, у вас как, вы должны прийти в обычном порядке, как у нас приходят, вручают. В расписку там подписывают, что я получил. Вот. Ну, вот. Это вот так процедура. Если там человек в СИЗО сидит, ему туда приводят, там он расписывается. То есть, ну, это процедура как это. Ну, по ОПК, да, у нас, то есть, это как одна из отметок, ну, процесса. То есть, это как вы обязаны получать. А, понял. Я просто прочитал, что это мое право является не обязанностью. И если они придут, то он просто направляет суд и все. Ну, это вы где, в ОПК прошли, что ли? Ну, да. Так, написано. 222, по-моему. Это какая? 222. 221, наверное. Или 221, да, какая-то такая. То есть, он в случае неполучения или отказа, он направляет чей-нибудь, там, трех дней? Не, ну, он это, ну, у нас практика такая, что вручают всегда обязать. То есть, это ОПК, практика сложилась, что вручают. Какая статья? Так, в случае. Встановив, встановив, в случаях. Что-то нигде я не вижу, вот, у меня весь здесь. Так. А не уточните пункт, где это вы? Сейчас я, 21-й сейчас открыт. Сейчас я посмотрю, да, у меня просто, я не могу открыть, прочитаю. А привод, это какой статьей предусмотрен в этом случае? Привод? Ну, да. Ну, тоже уголовно-процессуальный. Уголовно-процессуальный привод. Что-то я просто не нашел такого, что на обвинительное заключение привода. Ну, нет, это, вы, вас просто вызывают, а вы, как, то, что не явитесь, это нарушение меры пресечения обязательства явки и належащего поведения. Да, это так же, что ознакомление, это же мое право, получать или нет, там же, зачем? Да, без разницы, вас вызвали, а уже, там, получать, не получать, вы можете, там, прийти и сказать, я отказываюсь получать. Это, чтобы, ну, не по телефону где-то кому-то кто-то сказал, а это уже конкретно будет, ну, на месте. То есть, и так же, у меня вы могли не знакомиться, но вы должны были прийти и сказать, я не буду знакомиться. То есть, это же у нас не телефонное дело, а конкретно, ну, лесу к лесу, скажем так. то есть вы право должны как бы ну прокурору сказать волеизъявление свое не так что я не приду это воспринимается как уклонение от процесса то есть уголовный процесс так четвертый пункт поэтому я имею право в принципе не я вижу посмотрите я просто вам расскажу как ну я вам рассказал уже как у вас практика то есть в городе воронеже ложь сложилось все таки волеизъявление ну должно быть выяснено а там ну то что и ну как бы это право прокурор что может если вы не явитесь направить у нас как бы просто привод оформляется по практике и ну если в сезон то понятно что не уклонится никому все зла под стражи да это ясно там специально под стражи написано ну а когда не является тут же есть не под стражи не ну просто есть как это же пока это общее как это у нас практика сложилось что в изливление должно быть муж не незаконно наверное привод это же будет обжаловаться почему незаконно обжаловать то будете но мне кажется законно это будет законно посещение вас избрано же не но это же уже как бы причем здесь я же в суд могу не являться написать и все и ходатайся фактически ну когда легкой тяжести небольшой тяжести да тогда могу хода или средний там даже могу ходатайся написать и не являться суд предусмотрено пока это поэтому я просто хочу сказать да я с вами зачем вы вы делать свою работу сейчас я посоветую с адвокатом да он сказал что это право является не обязанность поэтому если это право я хотел бы его реализовать до реализовать не как значит хочет кто-то прокурор или кто-то как я считаю нужно свое право реализовать ну я посоветуюсь и обязан ли я говорить тоже спрошу об этом обо всем потому что надо же придерживаться действие законодательства а не просто как бы что что то есть практика практика это привод поручает до участковому или кому-то там осуществить ну сейчас уточню адвокат как это адвокат тут будет так и я вот действовать более грамм кто вы фамилию можете назвать так а по должности старший помощник прокурора так ну это же мое право не обязанность правильно с одной стороны да а на другой стороны как правило никто не отказывается ну я отказываюсь мне не интересно я знаю что ничего не совершал зачем я должен интересоваться тем наш тем чем тем что я не делал во время дня рождения приходит пять человек который пытается вручить обвинительное заключение но их попытка с треском провалилась на следующий день опять приходят люди выключает свет подъезде громко стучат около часа в дверь и опять пытается вручить не обвинительное заключение но безуспешно давай постучи еще раз дверь испортишь будешь там оплачивать потом не знаю кто зачем пришел зачем стучит долго он интересно будет стучать получить обвинительное заключение говорит как раз пытается вручить обвинительное заключение говорят что я дома и веду трансляцию просит получить обвинительное заключение давай помолоть его давай еще посильнее постучи вот так и что творят непредусмотренные действия пока делают жалобы уже отправлены все по этому опросу говорит алексей александрович хотим вручить обвинительное заключение но мы понятно что не будем его получать потому что прокурору я уже все рассказал ну все так что таким образом видите ходят что творят беспредельщики приходите еще будем вас ждать направляются многочисленные жалобы во все инстанции и в том числе на действия этих людей но заказное бездоказательное и надуманное дело направляет на рассмотрение в суд вот такое грандиозное в кавычках уголовное дело затеяли гибдд отдел полиции номер 3 следственный комитет с подачей пингвина и как воронеже непросто сопровождением разного вида давления и вставления палок колеса можно добиваться наведения порядка но никакие уголовные дела меня не остановят я продолжу и дальше наводить порядок в своем родном городе ведь как можно остановить идейного человека который ничего не нарушает преследование осуществляется за мою журналистскую деятельность за наведение порядка в городе воронеже и разоблачение оборотней в том числе в погонах а в основном не стыдно такое дело рассматривать вообще по 33 законам ну просто не стыдно вот вот я знаком с материалом делали беспрос там же еще у меня поправлять как мне говорить зачем вы обращать на слов что я же не поправляете как я же не поправляю как вам говорить мне что либо нет я вас я конкретно спрашиваю вам не стыдно это дело заниматься вот такой вот бахинею там по моему мнению по моему мнению лично вот есть в рамках закона все сделано в рамках заказа среди говорит здесь не стыдно да то есть я понял ну в рамках закона или нет суд решит наверное не вы вот поэтому нам поэтому и прокурор еще поэтому рано говорить еще на суд установит виновность или невиновность да нет еще и прокурор решит в рамках закона ли вы сделали или может быть нет как вы так можете сами себе говорить я спрашиваю о том что вообще не стыдно вот такой ерундой заниматься откровенные просто вот о чем речь